скажите пожалуйста кто из вас здесь присутствующих желает быть служителем вот служить господу в служении допустим или пастырем быть или лидером каким-то служение и мечтает или евангелистом или пятигранного служения вот ну слушайте писание говорит что кто пастырьство желает то доброго желает антон это кропка это контрольный вопрос вопрос я говорю о пастырем вот таким вот служителем пастырем да короче да слава богу и почему я спросил то что это очень важный вопрос и сказать вам что вы на правильном месте и если в нашей библейской школе который я заканчивала вот урок детский евангелизм это был вопрос желающих хотите вот вы берете эти классы хотите вы берете там теологические классы и профессор нас спросил кто из вас пастыря или будущий пастыря или лидеры прославления или кто из вас которые желают мечтают начинать работу или служение поэтому я вас просила почему потому что когда касается служения и вопрос детский вопрос это очень важный вопрос хотим или или не хотим но мы будем сталкиваться с детьми и те из вас которые например желают узнать об этом курсе или детском призвании в царстве божьем это еще большой плюс для вас за то что вы сами изъявили желание узнать что вас никто не заставил и вас никто не принудил изучать как бог смотрит на детей и цель вот этого учения помочь учителям пастырам родителям бабушкам и дедушкам и другим заинтересованным людям лицам понять план божий для детей и быть в послушании с этими соответствии с божьими заповедями которые и шо говорит что пустите всех детей ко мне и не препятствуйте поэтому родители бабушки дедушки и неженатые родственники все взрослые люди у в окружении которых есть дети я хочу сказать что и всех этих людей господь может использовать для того чтобы служить детям и господь хочет чтобы каждый из этих людей оказывал влияние положительное влияние на судьбы этих детей и я знаю что некоторые из вас уже вовлечены некоторые из вас уже имеет опыт с детками работать а некоторые не вовлечены может быть после этого урока вы будете вовлечены но я знаю что каждый раз когда я преподавал этот курс после был очень большой процент который после служили детям потому что на самом деле это очень вознаграждающий труд и может быть невозможно увидеть сразу моментально но через время она видишь эти плоды потому что я вам хочу сказать что те которые меня не знают у нас трое детей взрослых и для меня радостно что то что я говорить буду это на самом деле мы пережили с мужем мы уже заложили основание того что я буду говорить и она работает и на самом деле если бы вернуть время назад я бы поступила точно так же я бы не по-другому даже не представляю как бы это было и конечно все хорошее что случилось я конечно хочу делиться и если будут вопросы ответить на вопросы конечно бури житейские трудности испытания тесты все это было у нас но я верю что вот те семена которые были заложены в детском раннем возрасте господь верен своему слову и тому семени тому что он вкладывал в эти детские сердца детей и это помогало и помогает даже сейчас идти по жизненному пути и исполнять ту цель которую господь имеет для каждого ребенка поэтому к что мы можем сделать для детей как вы думаете что мы можем делать для детей помогать воспитывать а молиться ходатайствовать да денежка давать можем показывать любовь уважать их правильно потому что детки детки они понимают когда их уважают и они это они замечают наказывать наказывайте ну это привилегия родителей наказывать и тех которые родители дают кому доверяют это наказание детей этот очень вопрос очень чепетильный что на самом деле это я так считаю что это привилегия родителей ну взрослые есть разные дисциплины мы дисциплинируем деток да вот применяем различные виды дисциплины и мы можем быть друзьями детей мы можем уделять время мы можем слушать их и даже если мы не являемся служителями детей мы мы можем иметь колоссальное влияние в жизнь детей вы согласны со мной смотрите приближается весна и когда весна приближается деревья начинают что делать распускаться а прежде чем распускаться что появляются почки они набухают так же самое как и при тем как и листочки появятся да она все наполняется и в каждой почке это жизнь и но также весной этим почкам есть возможность что-то повредить что может повредить мороз правильно сейчас в крыму мы все знаем что пару дней назад был мороз и по новостям сказали что абрикосы там урожай что там еще цветет ну это колоссальный удар по яблоки по моему и я не знаю что ну знают что абрикосы в общем все замерзло и это очень печально и я к чему говорю что почка может повредить мороз кто-то может сбить дерево кто-то может что-то может ужасно произойти с этими почками и и эта жизнь она никогда не начнется и никогда может не произойти что этот цветок не появится и не будет благоухание в саду и так же самое это истина она верна для наших маленьких деток и в наших жизнях наших общинах есть маленькие дети и их жизнь она очень хрупкая и есть что-то что может повредить у них есть великий потенциал если о них заботятся и если то что я выше перечислила если взрослые будут уделять внимание если они будут стараться быть друзьями если взрослые будут замечать вот представьте себе вот вообще у нас очень много деток если вы начнете делать заметить ну как обратитесь к одному или сделайте комплимент или попытайтесь стать другом одному ребенку вы посмотрите как этот ребенок он следующий раз бы два замечать и он будет вас почитать и они настолько чувствительны что будущее дерево за и заключается в том чтобы почка была здоровая чтобы она была неповрежденная также самые будущие нации заключаются в детях будущее страны заключаются в детях и давайте научимся учить питать помогать насколько мы сможем часть секунду откройте пожалуйста библию бытие 1 глава 27 стих и 28 можете записать этот стих и сотворил бог человека по образу своему по образу божьему сотворил его мужчину и женщину сотворил и их и благословил их бог и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и оплодайте ею и владычествуете над рыбами морскими над зверями и над птицами небесными и на всяким скотом и над всей землею и над всякими животными пресмекающими по земле видите что здесь бог говорит бог благословил адама и еву и он сказал рождайте детей детей которые будут похожими на них то есть их надо расти о них нужно заботиться и о том чтобы как владычествовать этот же процесс происходит и в еврейском разуме бесплодие это всегда было как проклятие и помните сару да она не могла рожать и это настолько или сильно беспокоило что она позвала служанку и отправила к мужу потому что она очень хотела ребенка и потом мы видим пример хан она помните она тоже не могла родить ребенка и она вызвала к богу и муж ее когда видел что она страдала и он как ну подожди ну что с тобой ну разве я не лучше десяти сыновей ну почему ты так печалишься но она говорила она взывала к богу и просила сын и так что господь хочет благословить всех нас где детьми и он хочет дать нам повеление не и он хочет нам дать детей и он хочет чтобы мы соответственностью отнеслись к этому и чтобы мы росли чтобы мы их наставляли чтобы мы чтобы мы научили ходить их им и и что и чтобы они ходили путями божьими и лука 1 глава 25 стих была такая женщина елизавета и она была беременная 1 1 1 25 и она сказала так что так сотворил мне господь в одни сие которые и призрел на меня чтобы снять с меня подношение между людьми это слово к тому что опять мы чуть раньше говорили что было проклятием считалось и что не было когда когда женщина была бесплодная и она елизавета она очень сильно просила господа чтобы бог дал ребенка и когда бог она зачала ребенка она сказала что благословен господь что он снял с меня поношение почему потому что это было как нарицательное слово в сторону людей которые не имели детей и она сказала адонай сделал для меня это и она сидел она свидетельство что господь сделал для меня чудо и явил мне благоволение и он снял с меня поношение помните когда исав встретился с яковом вот была размолвка он убежал прошло много лет 20 лет прошло и тут братья встречаются помните этот момент кто помнит что случилось якоб боялся исава почему потому что он украл первородство и он боялся встретиться и но когда исав увидел множество кого детей он он вперед отправил детей и жену да и а исав когда увидел он был настолько удивлен и угод что это кто эти люди а и что он сказал яков говорит что это дети которые бог подарил мне это является даром от бога подарил бог дал мне и другими словами что я не заработала это но это бог подарил мне псалом 138 13 стих и 16 написано давид царь давид говорит так ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня во чреве матери моей славлю тебя потому что я дивно устроен дивны дела твои и душа моя вполне сознает это не сокрыты были от тебя кости мои когда я созидаем был в тайне образуем был в глубине утробы зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни мои для меня назначены когда ни одного из них еще не было заметьте что царь давид он здесь приводит пример что ты знаешь даже тогда когда не был я когда был еще в зародыше но ты уже знал меня тогда как важно осознавать что бог знает нас бог знает каждого ребенка еще когда он только зародился в зародыше когда он был еще в утробе матери и царь давид говорит что мои дни были сочтены и мое будущее формировалось от того самого момента и через всю историю если мы посмотрим и через писание мы видим какая же большая атака на детей на самом помните моисея что случилось с ним его должны были убить что случилось и шоу настало время и был издан указ потому что нужно было истребить целое поколение мальчиков потому что была угроза и шоу родился тогда в такое время когда все дети мальчики убивались и есть всегда атака врага чтобы удержать предотвратить детей от исполнения божьего плана и целей божьих то есть это те почки которые падают с дерева это те почки которые никогда не зацветут которые никогда не будут благоухать это те почки когда которые не принесут плода это относится о тех детях которым не уделяется внимание которые не уделяются которые игнорируется наставление и учение путям божьим и когда потому что это все своевременно в каждом этапе возраста должны определенная работа совершаться с молодым поколением и взрослые должны осознавать важность ответственности которые бог дает нам взрослым был такой и был и есть такой проповедник джеймс робертсон я не знаю знает кто то здесь никто не знает в соединенных штатах он его все знают потому что он евангелист и очень влиятельный евангелист и мало того он бог его использует в африке кормит детей бедных и также они строят колодцы чтобы вода была вот в тех деревнях где много детей и как-то пытаются помочь изменить этот мир так вот однажды его дочка взрослая писала сочинение в школе почему я рада что я жива и она начала писать о том что ее отец был маленький и он родился в результате того что Джеймса робертсона маму изнасиловали и когда узнали что она забеременела от насильника то доктора и все вокруг требовали чтобы она сделала аборт ну как же так ты будешь растить ребенка от насильника и но она была верующая и она отказывалась и она отвергала эту мысль чтобы убить ребенка и ее сын сейчас он уже пожилой он на самом деле пожилой но он очень очень влиятельный человек и и дочь потом сказал вся семья верующая у них сегодня есть телевизионное служение и очень добрый ну тут сердце отца просто и относительно детей и помогает очень много и когда дочь сказала что враг хотел убить зародыш убить моего отца но мы знаем что дети это награда от господа и даром от бога откройте пожалуйста песнь соломона двенадцатая глава я прошу прощения притч соломона потом откроем а в начале еще раз псалтырь пожалуйста сто двадцать седьмой сто двадцать седьмой сто двадцать шестой прошу прощения если господь не созиждит дома напрасно трудится строящий его если господь не охранит города напрасно бодрствует страж напрасно вы рано встаете поздно просиживайте идите хлеб печали когда возлюбленному своему он дает сон вот наследие от господа дети награда от него плод чрево что стрелы в сильнее в руке сильного то сыновья молодые блажен человек который наполнил ими колчан свой не останутся они в стыде когда будут говорить с врагами в воротах в начале написано что если адонай не созижди дома другими словами что если слово дом на самом деле это означает семья что если бог не будет созидать твою семью то напрасно строить что-нибудь если господь не вовлечен в твою семью тогда напрасно мы трудимся у него есть все наставления которые нам необходимы у бога есть чтобы взращивать нашу семью чтобы учить детей чтобы служить нашим детям все что нам нужно и здесь псалмопевец говорит что дети это награда на самом деле это подарок это на самом деле это это настолько ценно это настолько знаете как сокровище вот если вам бы подарили какой-то подарок такой дорогой дорогой и вот вы должны вот так вот бережно относиться и хранить и если например нам кто-то что-то подарит такое то пылинки сдуваем там натираем чтобы все было красиво и а дети это тоже подарок это дар от господа людям и бог хочет чтобы мы взяли это на время чтобы мы научили их путям божьим вы мне скажите когда а слушайте время летит и мы хотим ценить жизнь детей и принимать это как дар и говорить слушай я принимаю потому что сила и жизнь вас во власти языка и что мы говорим детям она будет влиять на их жизнь и четвертом в стихе в четвертом написано что стрелы в руке сильного ты сыновья молодые что значит стрелы стрелы когда вот вытаскивают для того чтобы использовать когда натягивается лук это для определенной цели и мы не владельцы своих своих детей они не наши собственные мы не можем рассматривать детей что это мое и я никому это не отдам все я полностью в контроле этого ребенка мы заблуждаемся если мы так думаем а если смотреть что он не мой но он дар подарок на время и у нас есть ответственность потому что через время мне придется отправить его дальше но это время что я с этим сделаю вот в это время зависит будет как он будет успешным потом поэтому вот это время которое бог дает нам нужно использовать все чтобы направить его в правильных путях божьих это самая главная цель которая бог дает для чего он дает детей для того чтобы потом потом бог будет его сам вести когда он будет в зрелом возрасте бог будет сам к нему говорить он будет говорить через откровение это уже его личное дело между ними богом когда он вырастет но это время до совершеннолетия бог дает родителям ясненько да и они запомнили да что они дается нам на какое-то время обычно на лет 18 затем мы высылаем детей мы высылаем как стрелы которые отполированные отшлифованные и стрелы они подразумевают они как оружие да и каждая если рассматривать как оружие то ты должен знать где твой враг и как ты целишься обычной вот эта стрела она должна быть легкая она должна быть прямая и она должна 공ет чтобы она не падала чтобы она вот на эту цель она должна попасть прямо в цель И чтобы попасть в мишень И когда мы посылаем своих детей После того, как они побывали в нашей семье Или побывали в нашей общине Или побывали в какой-то промежуток времени Есть разные обстоятельства Может быть, на какое-то время дети попадают в разные семьи И потом мы их посылаем в мир И мы не хотим, чтобы они были двоемысленны Мы не хотим, чтобы они были неуверенные Во что они верят Мы не хотим, чтобы они не были сомневающимися Чтобы они не имели цели Мы этого не хотим Но мы хотим, чтобы у них была мишень Чтобы когда они будут выходить из нашего дома Они знали, что они хотят от жизни И чтобы они знали, для чего они живут Какая цель И чтобы мы знали, что эти стрелы, они гибкие И вот эти стрелы обычно делают из дерева И они их так Когда их готовят, они, я не знаю, так делают Ломают, что какие-то процедуры делают Чтобы потом даже если изогнуть сильно И если отпустить, они превращаются Возвращаются в первоначальное состояние Так же самое и дети Когда они живут с нами И проходят разные ситуации Трудности, жизненные обстоятельства Но когда мы научим правильно путям Божьим Что независимо Чтобы не происходило с ними в жизни Они знали, как вернуться Они бы знали, как стоять на путях Божьих И как держаться путей Божьих И чтобы не сойти с пути Потому что, может быть, придет время гонения Может быть, придет время обстоятельства давления И чтобы наши стрелы, наши дети Чтобы они могли выстоять И не сломаться И не поломаться Но чтобы они даже, невзирая на вот эти житейские бури Они могли попасть в мишень И тогда их будет жизнь считаться для Божьего Царства Помните, вот у нас пример есть в общине У нас есть детки Замечаете вы, как они себя ведут? Вот я не знаю, мне нравится Вот есть у нас здесь мама, Маша есть Девочка, потом есть другие Есть, которые танцуют во время поклонения Есть маленькие, сколько? Еще год назад она только родилась Сейчас она только музыку слышит И вот так вот хлопает И есть там несколько у нас еще маленьких Годовалые дети, они хлопают Что это такое? Это как они взращены в Доме Божьем Они учатся путям Божьим Вы знаете, я радуюсь, когда дети Вот даже, может быть, бегают там, прыгают Но вы знаете, это здоровая семья Потому что Господь, Он хочет, чтобы дети были в Доме Божьем Чтобы мы, взрослые, не препятствовали детям приходить Чтобы они могли славить И вот наша ответственность обучать деток И для нас, вот когда мы начинали общину Обычно, когда церковь строится или община Ну что, давайте соберем, будем искать аренду здания И вот нам нужен хотя бы зал Мы всегда рассматривали два помещения Минимум или три помещения Одно помещение для взрослых и два помещения для детей И вначале никто нас не понимал Почему вы, ну вот вам вы собираетесь Но дети будут при взрослых Но я считаю, что если детям объяснять И преподавать Слово Божьим на ихнем уровне То придет время Эти стрелы, эти уже когда им будет 18 Им не нужно будет учить то, что взрослых Но они уже сами будут идти на улицы И учить других деток И приводить их в Царство Божье Понимаете, да, о чем я говорю Поэтому мы сейчас возьмем перерыв И прежде перед перерывом скажем так Итак, дети, запомним, что дети даются нам на время На 18 лет Да В каждой стране по-другому Вот обычно говорят, сколько совершеннолетия? 18 лет, да? И для чего? Для того, чтобы мы их воспитывали И стрелы, наше понимание, это оружие Наши дети, это наше, это оружие для Царства Божьего Мы готовим оружие для Царства Божьего И если мы воспитываем их в Царстве Божьем Они будут какими? Сильными в Царстве Божьем И они будут приносить разрушение в лагерь сатаны Аминь И для меня большая радость Вот вы знаете, вот здесь сын, да, Роман сидит И когда он поет, вот я не знаю, я радуюсь вдвойне Я как мама радуюсь, да? Почему? Потому что я осознаю, что значит победа в Боге Потому что когда он был маленький, дьявол хотел его забрать в жизнь И это была такая битва Мы учились в библейской школе И у него, мы только приехали И Валентин работал, чтобы содержать семью, чтобы кушать что-то было И получалось, что когда Валентин на работе был Он днем учился в библейской школе, а вечером по ночам работал И когда Валентин уезжал, у него к вечеру поднималась температура Настолько поднималась 42 была И это уже критическое И сразу падала Там на 35, например, да? Буквально за минуту вот так вот у него было Такие скачки И один раз я увидела, что здесь была голова, а здесь ножки Вот так вот просто вот никак не реагировал И я как начала кричать Увидели, что я выбежала на улицу, начал кричать И с меня начали смеяться Думали, что я шучу И я в оморок упала Пришла в себя уже, когда скорая была И спасали меня и его И так было 4 раза На протяжении, по-моему, двух месяцев И врачи сказали, мы не знаем, что с вашим ребенком Он здоровый, все нормально Говорит, но мы ничего не понимаем Но я понимала, что здесь что-то духовные вещи Дьявол не хотел, чтобы мы учились Дьявол не хотел, чтобы он жил И я помню, что мы молились Мы молились, и там был один пророк, которому мы позвонили И он сказал, что он ничего о нас не знал Вот просто вот к чему, что есть на сегодняшний день такие служители Которые отделенные для Бога И когда я позвонила, плачу Потому что опять температура И я опять думала, все, сейчас опять Ну это риск, что он умрет И я прошу, говорю, помолитесь У меня беда, у меня А он говорит, не говорите ничего И он говорит, я вижу мальчика Который маленький И который, говорит Он поднимает руки кверху И поет аллилуйя, аллилуйя И вот он идет по дороге Но эта дорога, я говорю, я вижу Кладбище и гроб И говорит, и он идет в этом направлении Но говорит, но я вижу, как ангел послал ангела И он развернул, и он пошел в другое направление И он сказал, что, ну, благодари Бога Я, конечно, в слезах благодарила Бога И на следующий день приехал в Рейхенбонке к нам в школу И он с температурой Но я что-то понимала, что все вот так вот Должно что-то плохо случиться И мы с Валентином пошли И я какая-то женщина, помните, которая страдала кровотечением Мне все равно было Там мы сделали объявление, что не подходите И никто не будет молиться Потому что Бонке только учил один час Но я все-таки побежала с ребенком И сказала, что у нас проблема Что ребенок почему-то вот так вот у него происходит А он взял его на руки И так Отец, я благословляю его По имени Ишуа Аминь Говорит, забирают А я так Что? Вот это вся молитва И я думаю, слушай, вот это да И до сегодняшнего дня Не вернулась ни разу та температура И я получила откровение, что то, что Бог благословляет Не может быть, не может иначе Божье благословение, оно подразумевает и исцеление, и восстановление И прощение Полнота, шалом Короче И в общем, вот это история Поэтому Когда Возвращаясь к тому, что Когда я вижу, что он поклоняется Или он ведет прославление Поклонение А поклонение или прославление Оно открывает небеса Для того, чтобы Дух Божий пришел И делал свою работу И я вижу, что То откровение Или тот путь, которым мы научили его Это же его желание Здесь служить И петь И чтобы Бог использовал этот дар Это уже не мы Ну да, было время, где мы могли влиять Но пришло время, где он принял решение Следовать за Господом Поэтому для родителей это двойная радость Понимаете, да? Теперь давайте будем Перерыв